Ирина Роднина, знаменитая советская фигуристка, которую боготворят во всем мире. Она вошла в книгу рекордов Гиннесса, как ни разу не проигравший спортсмен. На ее счету 10 побед на чемпионатах мира, 11 – на чемпионатах Европы. Кроме того, в свое время она стала трехкратной олимпийской чемпионкой. В 1972 году Ирина Роднина начала тренироваться с Александром Зайцевым. После победы на чемпионате мира в 1975 году они решили пожениться. Известно, что на их свадьбу даже прибыло телевидение США. Но после 8 лет совместной жизни они развелись, сохранив дружеские отношения. В браке у них родился сын, которого тоже назвали Александром. Он стал художником. В 2008 году он подарил Ирине Константиновне внучку Софию. Второй брак у Родниной был с Леонидом Миньковским, предпринимателем из Днепропетровска, кинопродюсером. У них в 1986 году появилась дочь Алена. Но через некоторое время они расстались. Их дочь живет в США, работает корреспондентом. После завершения спортивной карьеры Ирина Роднина начала политическую деятельность, которую продолжает и сейчас. Лучшей человеческой чертой я считаю честность. Честный человек обязательно добр. Мне часто дают книги. Люди, читающие, всегда добры. Если сам прочел и понравилось, хочется этим с другими делиться. Именно так я со многими хорошими книгами и познакомилась. По-моему, вообще мужчины жалеют себя сильнее и чаще, чем женщины. Это естественно, все-таки мужчины, более слабый пол. Когда мы приехали на второй чемпионат мира, я очень боялась проиграть. К счастью, у меня этот страх вскоре прошел. Не то чтобы я совсем перестала бояться, просто свою боязнь я компенсировала огромной работой. С самого начала для себя определила, чтобы не бояться, надо много-много работать. Тогда не только страх уходит, но и появляется стабильность. В моем понимании танцы, это когда идешь через реку по мосту, а парное катание, когда через ту же реку, но по перилам. Наверное, слава меняет каждого человека, не обязательно делает хуже, но обязательно меняет его жизнь, а значит, и его самого. Пожаловаться, по-моему, любят все. От этого кажется легче. Взросление выражается, очевидно, в стремлении самому познать, что хорошо, что плохо, даже если при этом больно не ушибаешься. От страха лучшее лекарство, душить себя работой. Есть у летчиков так называемая точка невозврата. Если решение неправильное, ты вернуть прежнюю ситуацию не в силах. Все, погиб. Если правильное, ты жив, летишь дальше. Действительно, каждый тренер долго выводит ученика на высокий уровень. Но потом те, кого он вывел, уходят, а он уже поднимает других. Так накапливается тренерская усталость. Она не проходит, только накапливается. Только западные все равно влюбляются чуть-чуть не так, как мы. Мы уж если любим, так на всю мощь, если ненавидим, то добитья морды. Всегда важно услышать сигналы, которые, может быть, никто, кроме тебя, не слышит. Мы же сокровенные мысли первому встречному рассказываем, поэтому и бьют нас больнее. В этом плане мы, если можно так сказать, нечистоплотное общество. Я считаю, даже если у мужчины возникают какие-то желания, надо их реализовать так, чтобы они не стали достоянием многих, а в первую очередь того, с кем ты не собираешься разводить мосты. У нас не любят слабых. У нас жалеют больных и юродивых, а слабых не любят. Тем более тех слабых, которые много лет считались сильными и гордыми. Неужели взрослым людям надо объяснять, что победа не дается легко? Она приходит через преодоление, через не могу. И если уж вы выступаете за честь страны, надо быть готовым умереть за это. У женщин в России нет солидарности. Мужчины, естественно, не голосуют за женщин. Все же страна большей своей частью находится на азиатском континенте. При этом женщин с высшим образованием у нас значительно больше, чем мужчин. Но почему-то женщина с лучшим образованием, чем мужчина, работает на менее оплачиваемой работе. Даже в советское время, где все было отмерено и взвешено, сохранялся представительский регламент. 30% женщин в государственных органах. Даже не половина, хотя женщин в стране больше. Впрочем, сейчас у нас и того нет. Наша страна не готова к тому, что женщина в ней может занять первую позицию. Спасибо за просмотр. Если понравилось, подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр.